Приветствую многих чудесных, замечательных зрителей и сейчас отвечаю на комментарии вашим. Станислав пишет, мораль и закон поддерживается миром и обществом. Общество безразлично, если общество безразлично, то и меняться ничего в лучшую сторону не будет. Допустим, сосед курит в подъезде. Если большинство жильцов делает ему замечание, то в дальнейшем курить в подъезде ему станет некомфортно. Правильно, согласен со Станиславом полностью. Значит, важна что? Активная жизненная позиция. Активность наша. Вот, правильно всё. Я вспоминаю Россию весной, да? Вот, грязь какая кругом. И вот, например, вот здесь вот в Таллине. Очень много животных. Во-первых, хочу сказать, что я здесь, ну, не видел, не видел, может быть, одну, одну кошку видел, да? Бездомную. Здесь решена проблема бездомных животных, их нет. Я вспоминаю, сколько я там раньше воевал с этими службами, чтобы они отлавливали собак. Потому что они целыми вот этими стаями ходили по городу. Свадьбы собачьи, там, людей кусали, детей пугали и так далее. Ничего не менялось. Потом я понял, что деньги выделяются как раз. Если они отловят всех животных бездомных, так деньги не будут выделять тогда. И что они останутся без работы, самое страшное, это потерять работу. Это вот этот страх сильнее страха смерти даже. И вот поэтому, ну, тут решили эту проблему. Приятно. Очень много животных, породистых, собачек. И нет какашек, нет какашек. То есть люди убирают какашки за животными своими. Ну, все равно есть где-то, встречается, но мало, конечно, мало. Вот, что происходит интересного. Как можно действительно воспитать, воспитать людей. Вот, что значит неравнодушие. Так что, вы правы, правы. Действительно, активная жизненная позиция, это самое главное. Активность. Но надо дальше идти. Конечно, дальше идти. Вот, если я читаю книгу Лули Вилма. Это была целительница, она врач и психолог хороший. И эстонцы считали ее ясновидящей. Вот, читаю ее книгу. Вот это, по сути, диагноз эстонскому обществу. Эстонское общество больное. Вот она ставит ему диагноз, и что помогает исцелиться. Помогает. Я считаю, что самый большой конфликт, это самый главный. Это конфликт, сейчас я вернусь просто к Лули Вилма, процитирую ее. Но, сначала скажу, что самый большой конфликт, такой вот магистральный, это между умными и дураками. Вот. Дело не между богатыми и бедными. Нет. Нет. Ну, богатых ведь можно пожалеть. Да, вот мне все равно, у кого что есть. Люди платят огромную цену за это. За то, что они богаты. Я знаю очень богатых людей, коллекционеров. Вот я видел коллекции мирового уровня. Ну, что я вижу? Ну, есть эти сокровища. Ну, я посмотрел на них, и что? Ну, хорошо, человек накопил это все, но у меня нету такой страсти к коллекционированию, например. Это все-таки своего рода зависимость. Это... Ну, такая форма плюшкинизма тоже. Да. При всем уважении к этим людям, ну, там эти коллекции, значит, создавались многими поколениями, да, и так далее. Но вот вся эта, вся квартира в этих, в старине, в этой, да, в антикварии и так далее, ну, это особый тип людей, конечно. Любящих вот накапливать. Но у меня нет зависти к ним. Да, я видел там очень редкие вещи, да, там, скифское золото и какие-то картины, и рисунки, и иконы, и очень известные произведения, которые даже есть в кино, в фильмах мирового уровня. Много чего я видел, но... Но есть и есть. Дело не в этом. Строят себе дома шикарные, да, машины какие-то имеют. Ну, у меня нет зависти. Понимаете, это все дома, машины, вот это вот, это все общество потребления. Мы с вами знаем, что общество потребления это больное общество, неполноценное. Вот я на них смотрю как на неполноценных. Вот это все. У которых есть все. И деньги, и много их, да. У меня они зависти не вызывают. Более того, я вам скажу следующее. Вот, жажда наживы. Жажда наживы. Это жажда наживы, ведь в них говорит. И вот Лаули Вилма, она очень шикарный диагноз ставит, конечно, эстонскому обществу. Но это не только эстонское общество, только это, в принципе, весь мир такой. И вот, что она пишет о жажде наживы, который свойственен богатым людям. Повторяю еще раз. Типичным и характерным для поведения человека с недаемого жаждой наживы является то, что он обвиняет в беспомощности другого. Сам очень хочет получать, другому ничего не отдает, но зато обвиняет. Как она права? Очень-то очень мудрая женщина была. Вот я читаю, допустим, статьи местных олигархов и местных денежных царьков. И они постоянно обвиняют всех. Они обвиняют правительство. Они обвиняют людей в том, что те работать не хотят. Обвиняют правительство в том, что оно там строит какой-то социализм. Поразительно. При этом сами богаче всех. Вот вам очень тонкое. Вот это с недаемой жаждой наживы. Потому что вот... И обвиняют всех в беспомощности. Не может человек денег заработать. Поэтому бедный. Не потому что... Не потому что условия такие. Потому что человек беспомощный. И что? Конечно, презирают людей. Презирают. Презирают-то богатых. Вот они и источник этой дегуманизации, и человеконенавистничества, и вот это постоянное желание обвинять других в беспомощности. Вот выученная беспомощность. Такой сволочизм. Люди работали. Вот советских людей обвиняют в выученной беспомощности. Люди работали. Копили. Это соцсоревнования были, да. Ударник коммунистического труда. Копили, копили. А потом раз. И всё. Денег не стало. И всё, что они скопили, всё испарилось, исчезло. Куда исчезло? Использовали власти эти деньги. И никто даже не извинился перед людьми, не говоря уже о том, чтобы компенсировать, отдать. Ведь страна богатая. Страна богатая. Вот Россия очень богатая страна. Я тут недавно смотрел интервью с правозащитницей одной. И она сказала интересную вещь, что в год в России на пенитенциарную систему тратится 4 миллиарда евро. Так это почти половина годового бюджета от Эстонии. Чуть меньше. Это на тюремную систему только. При том, что сама эта система очень далека от идеальной, да. Скажем так. Вообще идеалов нет, но... Ну, жестокость. Жестокая система. Люди умирают. Страдают. Заболевают. Калечат там и так далее. Пожалуйста. Богатая страна может себе позволить такое, да. А людям ведь ничего не компенсировали. Ничего. Значит, вот и еще обвиняют в беспомощности. Ну, это уроды моральные. Вот так могут говорить только. Вот мы видим, да, жажда наживы. Что она делает с людьми. Ослепленный, вот дальше цитирую Лули Вилма. Ослепленный жаждой наживы не видит основной потребности человеческого бытия. Потребности отдавать. Страх, что моя любовь не нужна, не принимается, является наибольшим страхом. Но жадный человек испытывает его лишь тогда, когда лишается богатства. Как правило, тогда только он открывает для себя подлинную ценность другого человека. Вот, друзья мои, если мы... Сейчас мы живем в дегуманизированном обществе, мире. Да, вот это потребление. Вот эти богатые люди унижают. Это все понятно. Навязывают свой образ жизни. У людей это фрустрирует. Вот эти все, да, нездоровые. Это нездоровая атмосфера формируется. Жажда наживы. Ради денег на все готовы. Я вот тут рассказывал, как тут однажды, да, вот столкнулся с мужиком, открывал двери машины, выходя из машины, так как-то небрежно, неаккуратно, вот она задела это дверь, зеркало заднего вида. Выскочил мужик, злой уже на меня, готовый меня убить, просто. Даже не выясняя. Вот, понимаете, то есть злоба, злоба зашкаливающая, но она подавлена, подавлена, да. Вот жажда наживы. Купил себе эту тачку и... Теперь не только обвиняют других в беспомощности, но и хотят делать других беспомощными тоже своим насилием, своей агрессией, своим отношением. Вот. Очень глубоко это все. Очень тонкие вещи, психология. Так вот, подлинную ценность, вот дегуманизация, она от них и исходит. Вот у людей со сбитым прицелом, сложной системой ценностей. Поэтому что, если мы хотим поставить человека на первое место, да, и чтобы вернулись человеческие отношения и человечность в общество, вернулась любовь, человечность, взаимопомощь, сострадание, забота, сотрудничество, радость, взаимодействие, дружба. А то, что тогда надо сделать? Да просто лишить их богатств. И все. Лишить их богатств. Тогда они задумаются о чем-то. Я бы так радикально и поступил. Поднять налоги. Вот как в Финляндии. Вот самая счастливая страна, да. А почему? Помимо всего прочего, прогрессивная шкала налогообложения. Ты богатый, у тебя такой доход. Ты за нарушение ПДД и штраф заплатишь в соответствии со своим доходом. Все. Вот. Дифференцированный индивидуальный подход к человеку. Правильно. Пусть они наконец поймут приобщаться к вечным и настоящим ценностям. Они втюхивают нам здесь свои уродливые, больные представления о жизни. И бесконечные обвинения. Ну, тут любят обвинять, это все понятно. Там, где обвинения, там общество нездоровое. И все это будет оборачиваться против самого же общества. Вот. Значит, самый большой конфликт, это конфликт между умными и дураками. Он длится на протяжении всей истории человечества. Дело все в том, почему. Дело все в том, что эволюция работала на развитие интеллекта. Ни одно животное не обладает таким интеллектом, как человек. Вот преимущество. У животных, но при этом по богатству, ну что, животное метит территорию свою. Вот моя территория, моя земля. Это все есть у животных. Там, самок побольше, да. Там, какой-нибудь альфа-самец. Род свой, да. Детей сделать побольше. С точки зрения биологии, это успех. Это тоже у людей есть. Это вот то, что надо. Этим мы не отличаемся от животных. Набрать побольше в норку вот эти старые грызуны, которые собирают, накапливают больше в три раза еды, чем они могут съесть за зиму. Эта еда пропадает. Вот тоже это есть, да. Жажда наживая. У крыс, у грызунов, у хомяков, у мышей-палевок и так далее. Что же нас отличает? Нас отличает интеллект. Самое главное, самое главное, сознание. У животных нет ни философии, ни там научно-технического прогресса, ну ничего такого, что нам доступно благодаря интеллекту. Итак, поэтому конфликт основной, самая ценная, вот эволюция, да, миллионы лет ради интеллекта. Поэтому, поэтому это самая высшая ценность, высочайшая ценность, это интеллект. Если мы говорим о социальных связях, то это интеллектуальное общение. Конечно. Конечно. Вот. Значит, поэтому самый главный конфликт, это конфликт между умными и дураками. Понимаете, мало быть умным. Я знаю много умных людей, да. Но ведь еще надо выжить среди дураков, в агрессивной среде. И дураки всегда будут дискредитировать умных. Всегда. Вот давайте вспомним историю, давнюю и недавнюю. Ну возьмем Сократа. Обвинили. Дискредитировали человека. Ну, не перед историей, конечно, хотя хотелось бы. Нет. В историю он вошел как мудрец и остался таким. И останется. Сократ. Мудрец. Величайший мудрец, да. Смотрите. Дискредитировали, обвинили. Приговорили, заставили выпить яд. И, по сути, убили. Галилео Галилея. Унизили человека. Страшно унизили, да. Эйнштейн, Овидий, Гюго. Многие другие умные люди были кем? Беженцами. Выгоняли из своих стран. Ссылали куда-то. Как Овидий страдал. Боже мой, в этом изгнании. Как он страдал. У него пропал дар этот поэтический. Унизили человека, дискредитировали. Самое главное морально подавить. Даже вот убивать иногда. Вот большее наказание не смерть, а утрата личности. Утрата дара. Дара божественного таланта. Да, вот понимали это. Вот. Фрейд. Фрейд тоже, да. Посмотрите. Сколько лет. Ну, наша страна тоже в этом не последнее место заняла. Сахаров. Академик Сахаров, да. Королёв. Вот день космонавтики отмечался. Королёв. В ГУЛАГе. Унизили человека, да. И много таких людей. Умных, гениальных, выдающихся. Чем унижают? Доброе имя, раз. Репутацию, да. Живут в нищете. Два. Тот же Кропоткин, например. Какой был человек. Выдающийся. Умнейший. Жил в нищете. И так далее. Ну, много примеров. Каждый сам знает. Что-то. Умные люди тоже мстят. И они уничтожают дураков. Вот войны, все войны, да. Это же что? Это вот дураки убивают друг друга. Вот сейчас вот в Украине, да. Какая чудесная страна Украина. Я три года туда наезжал, общался там. Удивительные. Вообще. Она страна сама по себе такая удивительная. Столько там всего замечательного. Люди тоже. Таких девушек красивых. Ну, это, может, Польша еще, да. Но вот удивительные. Да. И что там происходит? Война. Война происходит. Почему? А кто убивает? Ведь люди, по сути, обмануты. Убивают друг друга. Бедные. Бедные убивают друг друга. За что? Ну, за что? А олигархи, как были, так и есть. А тут новость попалась. Мне задекларировали свои доходы. Там у них миллиарды наличными они держат. У себя в сейфах миллиарды долларов. Ну, что это? А люди бедные и гибнут. Ну, дураки, потому что. То у нас на канале есть интервью с одним младшим офицером украинской армии. Вот, посмотрите. После участия в войне, после контузии, к нему пришло прозрение. Пришло прозрение. Человек начал понимать, что в действительности происходит. Вот через плохое, через страдания люди умнеют. Вот, надо поумнеть. Зло для того и существует, чтобы мы умнели. Понимаете, вот даже зло направлено на это. Вот, всё эволюционно. Стрессы, чтобы мы умнели. Поразительно. Поэтому самое главное – это интеллект. Интеллект. Вот развивать интеллект – это вот всё этому, всё на это работает. А если не развивается, если человек не умнеет, то он страдает. Вот страдают глупые люди. Я это вижу постоянно. Вот в старости люди злобные, озлобленные. Они прожили жизнь, они так ничего и не поняли. Ничего. Злобные, ворчаливые. С кучей болячек. Вот тот же коронавирус. Вирус, ведь, понимаете, ведь это тоже наказание нам за нашу злобу. Слаблен иммунитет-то. Если бы мы были счастливы, наслаждались бы жизнью и были бы здоровыми, мы бы перенесли эти все вирусы очень легко. А поскольку мы живём в постоянном стрессе, иммунитет слабый, всё, подвергаемся этому нашествию вирусов. И так будет очень долго. Очень долго. Поскольку наш организм, он ослаблен. Именно вот этими стрессами, страхами. Я читаю сейчас для спонсоров канала «Исцеление мыслями». Как я использую наработки разных людей, чтобы мы учились исцеляться. И исцелялись, и не болели бы. Были бы счастливы, любили себя, прежде всего. Себя. Так что это главный конфликт дураков и умных. Но всё равно умные появляются, они способствуют прогрессу, и интеллектуальному росту, и эволюция идёт. Эволюция идёт. И что-то меняется. Вот поэтому активность. А интеллект это что? Вот умный человек, он активный. Он занимает активную жизненную позицию. Он знает, как правильно. Он правильно мыслит, он правильно чувствует, правильно поступает. И жизнь правильной становится поэтому. Так, пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте. Делитесь видео, обращайтесь за помощью психологической. Напоминаю, что сделавшие донат в размере 100 рублей, не менее 100 рублей, или 1 евро, и указавшие имя и город свой, принимают участие в розыгрыше книги «Любите своих крокодилов». «Любите своих крокодилов», которые вот мы написали с доктором Куком. Эта книга, вот в целом, вот если так идею выразить, да, смена роли. То есть перестать быть жертвой, стать хозяином своей жизни, и полюбить себя прежде всего, и понять, что всё, что с нами происходит, всё нам во благо и работает на нас. Просто надо учиться и извлекать уроки, понять, почему мне эта ситуация послана, зачем, чему она должна меня научить. Вот, вы будете понимать это. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok